Александр Григорьевич, а как прошли переговоры с Владимиром Владимировичем? Слушай, ты-то знаешь, что у нас всегда с президентом России атмосфера на переговорах очень серьезная, солидная. Мы разделили наши переговоры на две части. На сегодняшнюю такую официальную часть, чтобы поблагодарить людей, поздравить наши народы с Днем Космонавтики. Еще раз отметить, что мы вместе будем осваивать космос и работать. Мы будем не лишни в космической программе, вот этой империи российской в космическом отношении. Мы очень рады, довольны, что мы будем развивать этот высокотехнологичный сектор нашей экономики. Наши люди будут работать и работают вместе с россиянами. Это хорошо, но это сегодняшний момент. А вчера мы долго не обсуждали экономические проблемы. Договорились, что 15-го встретятся премьер-министры Беларуси и России. И примут по трем-четыром вопросам, которые в экономике есть, чтобы двигаться дальше по импортозамещению, по движению к равным условиям субъектов хозяйственных и людей. Мы говорили, что премьер-министры это обсудят в деталях. Поэтому мы особо не углублялись в эти вопросы. Ну и, естественно, обсудили вопросы безопасности. Это для нас важнейший вопрос. И не думайте, что мы все время посвятили Украине. Для нас там абсолютно понятен процесс, который происходит в средствах массовой информации, особенно в России, правильно оценивают ситуацию в Украине абсолютно правильно. Все, что там происходит. Там не только снарядов людей не хватает. Вы видите, что происходит. Поэтому и рейтинг президента упал там не то до 14%, не то до 30%. Падение очень серьезное. Ну, а так, в общем-то, неплохо обсудили те проблемы, которые мы договаривались по телефону накануне, что нам надо повстречаться и обсудить. Ну, вчера я встретился, был Совет Безопасности. Владимир Владимирович пригласил меня на Совет Безопасности. Я смог переговорить со всеми членами Совета Безопасности России по тем или иным вопросам. И с министром обороны, и с директором ФСБ, и внешней разведки, и Сергей Лавров был министр иностранных дел, и с руководителями парламента в хороших отношениях. Поэтому я мог обсудить те вопросы, которые нам надо, ну и просто поговорить, это очень важно в дипломатических отношениях.